Девочки, мягче, голову поднимите, не смотрите на поле. Ученики Краевого центра образования в последний раз репетируют вальс Победы. Хореограф поддерживает их в каждом движении танца. Основной шаг, основные повороты, корпус, осанка, подача всего – это самое главное. Ошибки им какие делают? Ну, дети только учатся, ошибки есть, это ритм. Конечно, не всем дано чувствовать музыку так, как она есть. Но мы стараемся вложить в это чувство ритма, чувство такта, подача, руки. Но даже если смотреть, они с каждым раз танцуют все лучше и лучше. Вальс Победы, Вальс Победы, светлый вальс. Вальс Победы, Вальс Победы, праздник. Вальс Победы – эмоциональный танец. Его движения должны быть легкими и чистыми, как время после войны. В 40-х годах, честно сказать, не знаю, как его танцевали. Но я думаю, что это было как что-то естественное. Когда 4 года тяжелой войны кончились, хотелось только танцевать. И, наконец-то, вздохнуть полной груди. На стадионе больше 500 человек. Это вся начальная школа, ученики 5-х и 10-х классов. Они целый месяц разучивали движения, чтобы сегодня синхронно закружиться в вальсе. Танцам дети говорят спасибо всем героям Великой Отечественной войны. Нас же в школе тоже посвящают, рассказывают о том, как было на войне. Также что-то от родственников тоже наслышано. И когда все это понимаешь, проживаешь, гордость, конечно, идет сильная за страну. И, в принципе, за наше поколение. И поддержку хочется дать тем, кто сейчас на войне. Краевой Центр образования проводит акцию «Вальс Победы» уже пятый год подряд. И с каждым разом участников все больше. Танец снимают с нескольких камер и даже с воздуха, чтобы получились красивые кадры для ролика. Его разместят на сайте и в соцсетях школы, чтобы поздравить всех с наступающим праздником. У нас проводится комплекс мероприятий. Это и фестиваль военно-патриотической песни «Я помню, я горжусь», где дети выходят классами вместе со своими родителями, исполняют песни военных лет. Это и «Вальс Победы», это и акция «Окна Победы». Дети должны, конечно же, знать настоящих героев, понимать понятие героизм, понятие подвиги, чтить свою историю. Марина Рожко, Максим Артиков. Смотри Хабаровск.